Девчонки, всем привет! С вами Леся и сегодня у нас совсем немножко пустых баночек. Решила я вот на ночь глядя записать эту рубрику. И давайте приступим. Наверное, как всегда, по традиции, неизменно для волос. Что у меня закончилось? Это бальзамо-ополаскиватель для питания с овсом и миндалем от Ивроше. Значит, девочке очень нравится этот аромат. Он приятный такой, какой-то растительно-сладковатый. По делу бальзам слабоват. Для меня он слабоват. Ну, конечно, лучше с ним, чем вообще без него. Ну, так... Так, слабоватый, в общем. Далее закончился у меня чудо-бальзам для волос. Само совершенство для всех типов. Так, обеспечивает увлажнение, придает блеск, мягкость, эластичность. Усмиряет волосы от Percy & Reed. 30 мл. Нравится, конечно, безумный дизайн этого бренда. Очень классный. По делу. Мне надолго хватило этого. 30 мл. Значит, это такой, как крем, но как гелевый крем, наверное. Вот так бы я сказала. Облегчает расчесывание. При этом волосы не жирнит, как-то не утяжеляет. Понравилось им пользоваться. Ну, как? Я не скажу, что он творит чудо, но без него, конечно, волосы более спутанные, более как-то неусмиренные. Использовала. Полноразмерку буду ли я покупать? Наверное, нет. Наверное, я все-таки предпочитаю спрей, но была миниатюра. С удовольствием использовала. Так, давайте дальше, наверное, для тела. Для тела закончилось у меня масло для душа от L'Occitane. Две миниатюрки. Знаете, наверное, это с миндалем серия. Я прошла с этим миндалем версию от абсолютно не нравится. О, какой кайф, хочу полноразмер. То есть, изначально я вообще не понимала этот продукт. Мне не нравилось. Потом мне начинало потихоньку какие-то сомнения. А сейчас мне нравится. Я чувствую этот аромат, эта миндальная серия, от которой я балдею. Поначалу мне казалось, что здесь мало пахнет. Именно серия миндальная, как в других продуктах. Но сейчас я прям балдею. Нежный такой аромат. И вана благоухает. И тело потом благоухает. И релакс, и он долго хватает. В общем, балдежная штучка. Хочу себе полноразмер. Также для тела у меня закончилась от Минесо. Гель для душа. Вот такой вот. Это эксфолиант. То есть, гель для душа, который имеет скрабирующие частички. Что хочу сказать. Я не на все тело наносила данный продукт. Потому что все-таки жесткими скрабами я не пользуюсь. Потому что из-за проблем с венами. Лайтовые, ну, очень редко покупаю. Как бы тоже не рекомендуется. Но вот иногда такие гели со скрабирующими частичками использую локально. Понравился этот продукт. Аромат прикольный. Вот у меня такой голубой. Он был. Там несколько видов ароматов есть. Интересно, чем они пахнут. Но этот пах газировкой какой-то. Вот серьезно. Такой какой-то не дешевс, не барбарис. А именно какой-то такой вкусной сладкой газировкой. Прикольный. Мне понравилось пользоваться. Знаете, какой газировкой? Не вот в банках, в бутылках. А вот с автомата вот такого. Вот как раньше был. Ну, прикольно. Далее для тела у меня для рук. Давайте для рук. Растительный уход масла Эксфолиант от Ивраше. Все, наверное, знают, кто меня смотрит, что я люблю данное масло. Я его постоянно приобретаю. Очень классный аромат растительный. Сладковатый, необычный. Несколько видов скрабирующих частиц. Ручки потом такие напитанные, увлажненные. Ну, прикольная вещь. Не скажу, что это предмет первой необходимости. Но если есть возможность себя побаловать, то да, вам рекомендую. Сама периодически, в общем-то, покупаю. Классная штучка. Так, для рук. У меня закончилось два крема. От Локситан. Миниатюрка и 30 мл. 10 мл и 30 мл. Такой вот лимитированный дизайн. Значит, красный это у меня с розой. И желтенький это сжимолость. Значит, с розой, во-первых, более жирный. Здесь 20% карите. С желтенькой сжимлостью он более такой легкий. И здесь 5% карите. И притом он еще какой-то воздушный. То есть, не кремовая консистенция, а какого-то парфе. Не знаю, что-то такое воздушное. Прикольные крема. Мне они оба нравятся. Но понравился больше сжимлостью. Во-первых, здесь такой приятный какой-то экзотический аромат цветов. Такой вкусненький. И он более легенький. То есть, быстрее впитывается. С розой более такой аромат, более тяжелый. И, знаете, вот на руках не всегда его хочется ощущать. Хотя он обалденный. Я обожаю этот аромат. И аромат розы вообще в косметике люблю. Но вот как-то в креме для рук долго он у меня был. Даже лишний раз как-то не мазала. А вот эта вот живолость, это и лишний раз мазала. И когда надо, и когда не надо. Очень вкусный аромат. Так, девочки. Давайте еще вам покажу. Так. По локситану, что я использовала. Ультрапитательный крем карите. И крем божественный иммортель. Девочки, я их использовала на ноги. Вместо крема для ног. Потому что они очень жирные. Для лица они не подходят. Я не знаю, куда эти малявки еще намазать. В общем, измазала на ноги, чтобы просто не валялись. Далее. Значит, для тела, для тела, для тела. У меня не закончился. Я выбрасываю от Ивраше бальзам для тела ароматный чай. Да, выбрасываю, девочки. Провальная эта лимитка, как по мне, просто невозможные продукты. Уходит как молочко ушло, так и уходит этот бальзам. Невозможно им просто пользоваться. Это ужас. Я пробовала, пыталась пару дней. Посмотрите, он очень жирный. И он какой-то тугой. Я не знаю, как еще сказать. То есть, такой вот. И для меня это очень жирная консистенция. Такая какая-то, знаете, вот прям очень долго впитывается. Как-то так неприятно размазывается. Такое впечатление, что в каком-то солидоле жирном находишься. Это аромат мне нравится, да, аромат такого чая с лимончиком, охлажденного, сладенького. Вкусненький такой ароматик. Но я не могу этим пользоваться. Это какой-то жир жирный, масло масляное. Неприятно как бы на тело наносить. Больше нанесешь, знаете, вообще не впитается. Меньше нанесешь. Смысла нет. Там чуть-чуть попало этого продукта. Там не попало. Короче, мне неприятно им пользоваться. Я не могу. Я избавляюсь. Я не буду себя мучать. Я считаю, что продукты должны приносить удовольствие. А не, знаете, вы им пользуетесь и думаете, что вас там пытают последними пытками. Так, для лица у меня еще от Ивраше закончилась гаммаж гидровежета. Люблю этот гаммаж. Буквально только-только его использовала сегодня. Вечером. Классно пахнет цветочноводный аромат. Классно очищает. Не травмирует кожу. Постоянно приобретают. Замечательный продукт. Что еще можно сказать. И теперь давайте, девочки, поговорим о масках Ивраше. Вот это вот трио масок. Давайте я выскажу, что я о них думаю. Итак, больше всего мне понравилось вот это вот с облепихой. На втором месте с каолином. И на третьем это у нас увлажняющая. Кстати, увлажняющая у меня еще не закончилась. Я ее не выбрасываю. Тут на один разок осталось. Я ее использую завтра. Но хочу просто как бы трио сразу вам показать, чтобы, знаете, как-то так органично отзыв. Так, давайте та, которая меньше всего мне понравилась сразу. Это у нас увлажняющая маска с агавой. Аромат какого-то, вот знаете, корочка арбуза. Мне показалось, что эта маска практически ничего не делает. Ну, чуть-чуть свежее лицо становится. Но при этом как-то так же само, мне кажется, будет выглядеть, если вы просто умоетесь умывалкой. Как-то не особо я увидела, что это что-то происходит. И мне не понравилась консистенция. Какая-то такая и не гель, и не крем, какая-то сопля. Повторять не буду. Вот эти вот маски мне понравились. Это с оплепихой, но оплепиха не пахнет для сияния кожи. Какой-то аромат, который я не смогла разгадать. Он очень вкусный какой-то и фруктовый, и растительный. Желеобразная маска. Действительно и сияет кожа. Ну, не то, что как-то сияет. Ну, это же не хайлайтер. Просто кожа какая-то такая, знаете, ухоженная. Такая светлая, приободрённая. Ну, тонус чувствуется. Маска мне эта очень понравилась. Я её обязательно повторю. Ну, и маска очищающая с белой глиной. Мне тоже очень понравилась. Аромат у неё приятный какой-то такой. Сейчас напомню себе. Ну, растительный. Может быть, алоэ пахнет. Не знаю, может быть, глиной. Значит, эта маска мне понравилась. У неё, кстати, тоже какая-то муссовая консистенция. То есть, это не просто глина сбитая. Какой-то как мусс. Хорошо наносится. Кожа хорошо очищается. Поры более суженные. Лицо более светлое. Действительно работает. Мне вот эти вот две маски очень понравились. Они на мне работают. Хорошо работают. Я вижу результат. Я их обязательно повторю. Эту маску повторять не стану. Она мне не очень понравилась. Ну, не могу сказать, что прям вообще отвратительная. То есть, ну, если в подарок бы получила, бы снова пользовалась. Не сбагрила бы. В целом, положительное впечатление о масках этих. Неплохо. Неплохо. Я рада, что есть такие маски. И самое главное, чуть не забыла. Я аплодирую стоя за то, что это маски пятиминутки. Это просто круто, мега шикарно. Потому что раньше, девочки, я вам честно скажу. Ну, кто меня давно смотрит, я предпочитала тканевые маски. Но потом с рождением ребенка я стала предпочитать вот такие вот мазюкалки пятиминутки. То есть, это экономия времени. Просто шикарно. Действительно, иногда нет времени сидеть по 20-25 минут с тканевой маской на лице. Когда вечером уже хочется умыться, расслабиться. В общем, а не по часу проводить возле зеркала. Ну, для меня, честно, это утомительно. Потому что я за целый день устаю. Вот. Ну, это все, что хотелось вам рассказать. С вами была Леся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok